А перед просмотром данного выпуска я прошу тебя зайти на SerialTime.ru SerialTime.ru это точные даты выхода сериалов, уедомления о новых сериях от известных студий, кадры, промо-ролики серии, а также всё о героях и актёрах. Следите за выходом ваших любимых сериалов вместе с SerialTime.ru Ну а мы с вами начинаем. Всем привет, дорогие зрители моего канала, с вами снова я, Blackstone 20. Сегодня мы с вами будем смотреть, конечно же, новую серию сериала The Flash. Это 11 серия, которая называется «Возвращение обратного Флэша». Сегодня мы с вами многое узнаем. Давайте посмотрим, что же нас будет ждать впереди. Эта серия будет очень весёлой и очень интересной. А также это будет первая серия в реакции, которую я посмотрел с субтитрами. Поэтому в конце мы с вами ещё обо всём, об этом и о реакции в целом поговорим. Ну а пока не будем медлить, начнём. Верри, мы нужны твои назад, стат. Хорошо, я на моем пути. Сейчас у Элса спали, да? Ну да. О, Эобартон! Эобарт! В смысле, этот Флэш? Наконец-то выяснилось, какого времени был этот Флэш. Что? Чего? Ты не могла не получать на Джулиет. Да, правильно. Я вижу... А-а-а! Держи! Не делай это! Ха-ха! Нормально так! Я узнал, что ты трагер. Нифига себе! Ты не можешь быть. О-о-о! Вот это весело! Что ты сказал? Первый Флэш... И вот что, Флэш, я знаю, в какой период времени ты уйдешь. Так что это означает, что очень скоро... ты умрешь. Моя мать Лайнберри уже мертвая, и ее смерть укрепленный момент, и ничего не может поменять. Я ничего не понимаю. Что за бред? Нет, это конечно все понятно, то что тут фиксированные фишки. Но, знаете, с временем они конечно загнули, потому что ничего не понятно, серьезно. Время-то такое... Я не знаю... Но мы вернемся к ней. Я просто... Идем с этим, что я уйду. Да... Я не знаю, что тебе скажу, что я люблю. В какой-то момент я люблю. Я не знаю, что я люблю. В какой-то момент. Я не знаю. А, нет, ну еще... Еще рано, чтобы рассказывать сказочки об Флэше. По-позже расскажут. Ладно. По-позже, так по-позже. Что ты сделал до моей гогголой? О, что ты делаешь мне? Да, блин! Я буду полностью удивлять. Я вести дождь. Он начал объяснить. Это разные события... А я не знаю. Нет! Нет! Он её убил, чёрт. Может он будущее видел? Да так и есть, алло! Я даже не знал. Это странно. Да. Это странно. Не смейте, что это место. Это Барри и Флэш. Увидимся. Натрис. Просто спроси ему, я уверен, он тебе скажет. Хорошо. Я чё-то тоже подозревал, что нету Джей и Гаррика двойника. Но это странно, что нету двойника. Интересно, почему. Пенни знает, что ты Флэш. Успеет! 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 Отлично! Успеет! 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 он реверс флэш и все-таки смог ну я ничего не поймал в принципе надо потом будет с вами посмотреть как работают эти все временные ветки что именно что именно черта возьми уроды интригуют мрази как когда циска победил а чё у него кровь из носа идет ниндзя что ли ему с этим работать что-то у него проблемы какие-то да это блин это конечно блин блинский волва сейчас расскажу друг о друге давайте но баре ты тупой баре ты это давай давай баре 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 ну добавим баре но баре ну ты дурак ну ты дурак конечно ну ладно слава лава вот вот сейчас что-то будет подождите а потом он спешит а потом он спешит и пойдет убивать его мама а тот пойдет его останавливать да и таким образом время будет предопределено то есть оно уже существует наших это это полный бред я потом все объясню что 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 What's going on? Where the hell am I? Cisco! It's the timeline. What? What are you talking about? When you, when you captured reverse flash, we ruptured the timeline. That's what this, all the blood and the seizures and all... Cisco is being affected by the changes to the timeline, the changes to the past and the changes to the present. This is what this is, we need to do something, we need to do it fast. Holy shit! What happened? What the hell is going on? And send him back to the future as quickly as possible! Are you just... ... I... What the hell is going on? Let's do it. 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 I doubt it. I doubt that. What do you want to do? What you want to do... ...and this is a big difference of the story of Harrison Wells? Либо еще что-то. Это слишком бредово. Я нашел его. Его имя Хантер Золоман. Хантер Золоман? Почему он не имеет samma имя, как ты? Когда я собрался, что его мама умерла в детстве. Он взлетел из семьи в семье, но в конце концов он был восприниман и возникал Золоман. Какого черта Джей Гаррик это Хантер Золоман? Моя ДНО мутировала, когда я становился скоростей. Есть только один способ, чтобы поверить, что происходит мне. Если мы можем перестать зум, я могу вернуть мою скорость. Ладно, наконец-то выяснили лучшую способ, чтобы это сделать. Что? Почему... Почему Джей Гаррика зовут Хантер Соломон на этой земле? Это намек на то, что... Зума тоже зовут Хантер Соломон, но под маской Зума будет не Хантер Соломон, точнее... Другой Хантер Соломон. Я не могу остаться, я просто... Я не хочу рассказать вам, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. Это слишком запутанно. Не, но Хантер Соломон, вот это не специально так. Потому что они просто сделали отсылку, мне кажется, это просто отсылка. Но я вам потом расскажу. Все в порядке, я пришлю помощь. Все в порядке? Все в порядке? Все в порядке. Все в порядке. Все в порядке. Но... Спасибо, что пришли так быстро, Флеш. Я просто хочу знать, что все в порядке, раньше я пора. Не волнуйся. Все в порядке. Или она вер... Она ее вывели. Все, до свидания, Пэти. До свидания. До свидания, Пэти. Ну что же, ребята, я посмотрел новую серию Флэша. Это 11 серия. Это очень крутая, крутецкая серия. Хотя и без зума, но зато с реверс-флэшем. Давайте пройдемся по всему тому, что мы увидели. Итак, реверс-флэш. Что же нам стало известно про реверс-флэш? Во-первых, временная линия. Временная линия течет одна. Течет одна, но она связывает все вместе. То есть, это трудно представить, но это так. Начало самого сериала. Совмещение будущего и прошлого. То есть, когда Эобард Тоун приходит, чтобы убить. Это все предопределено. Ну, я не знаю, у них то время предопределено, то время не предопределено. Вот это очень странно. И, видимо, эта временная ветка уже предопределена. То есть, это было прошлое Эобарда Тоуна. То есть, какая-то часть его ветки, вот он во времени, где еще Эдди Тоун жив. То есть, Эдди Тоун жив. То есть, все такое, все тому подобное. Но при этом он находится в ветке до того, как он стер себя. То есть... Что? Ну, в общем-то, это, короче, был момент, когда он обо всем узнал. И потом он попадает вот туда, и обо всем это он узнает. И вот так вот, как бы, становится Харрисоном Уэллсом. Дает силы циска. Делает все про флэша. Помогает собрать вот эти комнаты. Так далее и тому подобное. То есть, это была серия о том, как произошел реверс флэш и как он все это замутил. Конечно, это либо огромное совпадение, либо так было в ветке и всегда. И почему-то реверс флэш говорит, что скоро, очень скоро флэш умрет в самом начале серии. Почему флэш умрет, непонятно. Вот это странно, да. Может, его кто-то убьет. Хотя, хз, если Эо Бартон из прошлого, он не знает ветку того, как пойдет время по-другому. Это, конечно, все трудно. Я сам в шоке. Сейчас. Потому что, ну, действительно, это как-то все муторно. Они это все замутили. То есть, странной стране и стране становится этот сериал. Ну, то есть, эта серия, она очень странная. Очень странная по временным линиям. Да, вот так вот, вы понимаете. То есть, ну, это полный, конечно, коллапсов. Потому что и циска чуть не стерся из-за времени. 2024-й же фиксировал год, а не 2006-й на газете. Когда они сражались с пушкой, и он пропал. Этот и флэш, и этот. Или флэш будет... Ну, короче, я не знаю. Что-то все очень муторно. Я, на самом деле, сам разбираться в этом не хочу. Потому что... Ну, это как... Это сюжет второго сезона. Это не ведет. Это развивает сюжет первого. То есть, это серия, которая дополнила сюжет первого сезона. Это сюжетную версию с этим. С этим придурком. С реверс флэшем. Вот. Эдди Толн. Но Эдди Толн, в общем-то, не выжил. Очень жалко. Хотя я так... Как бы старался. Старался. Вот эти теории всякие делал. Ну, тут... Нет. Эдди Толн, короче, никак не причастен к этому. Поэтому я, собственно говоря, и сам думал о таком. Типа, если он зум, то как он... Он же не может снова завести семью. Поэтому тут все вкратце... Объясни... Ну, объяснением это трудно назвать. Потому что это не объяснение. Это просто тебе дают как факт того, что временная линия существует по-другому. То есть временная линия, она... Время идет просто в атаку. И независимо... У персонажей тоже есть временная линия, которая идет по-свойму. Которая пересекается с другими временными линиями. И, в общем-то, они все связаны. Поэтому, если его бортом здесь есть, появлялся до того, как это все произошло, то он появится снова. И, если он появится здесь снова, то, собственно говоря, он как-то о всем этом узнает. Но то, что Гаррисон Уэллс... Он подумал, главное, то, что Гаррисон Уэллс это с Земли 1. Он же не знал про Землю 2. И он набивает Земли 1. А потом в итоге-то Гаррисон Уэллс с Земли 2 тоже появится. То есть, либо это огромное совпадение, как я говорю. То, что, как бы, вот так вот все произошло. Либо нет. Блин. Спасибо. Спасибо, конечно, за то, что вот так вот все сделали. Я... Это было трудно к усвоению. Но все-таки серия продуктивная на мозг. Вот. В общем-то, еще оказалось то, что Джея, двойника Джея Гаррика на Земле 1 зовут Хантер Соломон. И мне кажется, что это просто отсылка. Просто отсылка. Но... А как по-другому? Это вообще Джей Гаррик. То есть, по идее, если Хантер Соломона зовут здесь так. На Земле 1 того-то, того-то. То есть, он как бы и на Земле 1, то есть, и он на Земле 1 был Хантером Соломона. То есть, чувак, который детектив. Но я не знаю, кто Хантер Соломон, но здесь не детектив вроде обычный парень. Если Джей Гаррик об этом догадался. А на Земле 2, есть ли Хантер Соломон? Ребят. Ребята. Ребята. Зум точно не Хантер. Зум это не Хантер. Потому что, смотрите. Потому что, смотрите. Джей Гаррик на Земле 2. Джей Гаррик. На Земле 1 с точно таким же лицом Хантер Соломон. На Земле 1 нету человека с именем Джей Гаррик. Это значит, что происходит такой же переворот. Что на Земле 2 нет человека с именем Хантер Соломон. Ну это, я, понимаете, если бы это был не эти, то есть если как-то опроверглись теории в Сейде Я мог бы подумать, что это еще Хантер Соломон, они его введят Но если они делают, либо это был такой намек, то что, ребята, Зум это не Хантер Потому что они действительно все объясняют, то что есть Джей Гарик есть на Земле 2, на Земле 1 нет такого имени в помине Но есть Хантер Соломон, значит работает обратная схема На Земле 1 есть Хантер Соломон, на Земле 2 в помине нет такого, но с лицом зовут Джей Гарик Вот То есть Зум это не Хантер Соломон, либо это Хантер Соломон, нет, нет То есть это, это вот у меня теперь вот такой, то есть создатели, это, во-первых, это два, это первое Это отсылка на Хантера Соломона, это пасхалка на него То, что такой есть, но он не Зум, это второе, он не Зум, потому что На Земле 2 нет человека с именем Хантер Соломон, его просто нет То есть на Земле 2 Зум стал кто-то другой Если это все-таки Эдди, а пока в этой серии, как я хотел бы увидеть, я писал, что здесь будут пасхалки на Эдди Тоун Их здесь нет Хотя Эдди упоминают много раз, и даже в разговоре с Айрис, то, что Айрис потеряла любимого ей человека Это, конечно, было бы очень интересно, когда он снимет маску, а она, Айрис же, все это время говорила то, что Я потеряла Эдди, я его вот так любила, и потом он снимает маску, а он жив, это было бы весело Но в другом случае, на Эдди каких-то контр-аргументов или аргументов нам до сих пор не дали Эта теория такая же фантольная, как и Генри Аллен, как и Хантер Соломон Потому что и Хантер Соломон, его как бы CW то ли опровергло, то ли я не знаю Но вот это я вот так понял, потому что, ну действительно, это очень странно То есть, что Реверс Флэш это парадокс времени Хантер Соломона нет на Земле 2 в помине А Зум это Эдди, и тут до сих пор это не доказываю То есть, это настолько серия безумная, что она становится одной из лучших сей Я даже не помню, о чем я еще хотел поговорить, просто не помню Но там Уэллса убил черепаху, спасибо Уэллсу, конечно, большое Ну там, конечно, много всего произошло, ладно В общем-то, вот на эти две темы я с вами поговорил Оценка 5, это просто офигенно Что-то еще сказать не могу Пэти, Пэти, вот Пэти узнала о секрете Барри Но это я еще сказал в самой серии Об этом говорить как-то не хочется В общем-то, три события произошло Отсылочка на Хантера Соломона И, видимо, его исключают из кандидатов Но я пока не могу этого понять Это надо будет дальше смотреть сериал Это пока фантомно То есть, если я буду делать четвертый обзор на Зума И я ставлю его имя Потому что это пока только фантомный контраргумент На то, что он не Зум Потому что это как-то аргументом на то, что он не Зум Нельзя считать просто фантомно Второе, это объяснение того, как Реверс Флэш Все об этом всем узнал И третье, это Пэти узнала про секрет Барри В общем-то, все На этом был Яблэкс Инфинити Ставьте лайки, если вы здесь впервые подписаны на канал Остались в своем комментарии Переходите по ссылочке в мою группу Подписывайтесь на меня Там оценивайте серии Комментируйте там же Подписывайтесь на мою страницу ВКонтакте И, конечно же, смотрите другие ролики Все, с вами был Яблэкс Инфинити Ставьте лайки Ставьте лайки И завтра, нет, послезавтра И нет, завтра Выйдет Агент Картер Третья серия Потом Стрела Потом Легенда Завтрашнего дня Они все будут с озвучкой Это только Флэш будет с субтитрами И да, если вам понравился такой вот с субтитрами То, что будет реакция выходить все-таки на день Раньше того, чего я обещал вам То, конечно же Пальцы вверх Пальцы вверх И пишите в комментариях, если вам не понравилось То есть не ставьте дизы Просто пишите в комментариях, если вам не понравилось И охота, чтобы освоил вас с озвучкой Но вроде титры были большие То, что могли тоже уследить Поэтому, в общем-то, как-то так Все, с вами был Яблэкс Инфинити Субтитры сделал DimaTorzok